Где-то в глубинах космоса затерялась странная планета Игам. Правят ею драги, гигантские голубые существа с красными глазами, обладающие сверхвысоким уровнем развития. Кроме них на Игаме живут омы, розовотелые миниатюрные гуманоиды. Домашние животные драгов. Вас приветствует Киномаг. Сегодня на обзоре фантастическая планета, это удивительный, ни на что не похожий, совершенно уникальный анимационный фильм. Со своим невероятно изящно изображенным сюрреалистичным миром и загадочной атмосферой. Фильм начинается с того, что человекоподобная женщина убегает с ребенком на руках. Мы видим, что она напугана. Когда она пытается подняться в гору, гигантская синяя рука пинает ее словно игрушку. Она вновь пытается убежать, но ее загоняют в угол и гигантская рука, играючи поднимает ее в воздух. В конце концов рука сбрасывает ее с большой высоты, и женщина умирает рядом со своим ребенком. Тех, кто играл с ней, было трое. Инопланетные дети, которые убегают, когда видят, как старшие драги приближаются к ним. Появляется семья, и девушка видит плачущего человеческого младенца и просит разрешения усыновить его. Отец разрешает девочке забрать младенца и заботиться о нем. Мы видим женщину, которая выполняет астральные медитации, внезапно ее прерывает дочь Тива, она показывает ей человеческого детеныша. Отец недоволен поведением дочери, и тем, что детеныш убежал от нее. Они решают сделать ему ошейник, использовав странную машину, они надевают на него ожерелье, и чтобы контролировать его, драги используют специальный браслет. Отец показывает девочке, как работают смарт-часы, при попытке побега малыша, она притягивает его назад магнитным полем. Инопланетная девочка решает назвать своего зверька, и дает ему имя Тера. Драги, тратят большую часть своего времени медитируя, они таким образом, посылают свои души и разум в небо. Однако мы видим, что они должны также работать и что у них есть свои исполнительные советы. Во время одного из таких советов, драги обсуждают гуманоидов. Привезенная человеческая раса, по утверждению некоторых из них, разумна, а снимки с Терры это подтверждают. Жизнь, которую они обнаружили, обладает определенной способностью приспосабливаться и организуется дискуссия между ними на тему, могут ли эти существа эволюционировать во что-то другое. У них меньшая продолжительность жизни, чем у драгов, но больше способностей к воспроизводству. Однако эта способность вызывает человеческие колонии слишком быстро распространяться, в отличие от людей, которых они используют в качестве домашних животных. Мы видим, что ребенок служит в качестве развлечения для Тивы, которая играет с ним, купает его, одевает его, а иногда мальчик бунтует и кусает ее. Мальчик также становится свидетелем того, как семья воображает себя в качестве абстрактных форм, которые разрушаются и перестраивают тела между собой. Но тут они замечают человека, и отец просит убрать гуманоида, который их отвлекает. Тива пытается копировать человека, раскрашивая лицо ресницами и нанося белила на щеки. Тер играет с ней злую шутку, он перемещает флакон с белилами, заменив его на коробку с черным порошком. Девочка наказывает его, материализовав над ним дождливое облако, которое может преследовать ребенка и даже убить его настоящей молнией. Тер быстро взрослеет, ведь одна неделя на планете равна году человеческой жизни. Тер по-прежнему остается живой игрушкой, но Тива полюбила мальчика, несмотря на то, что он даже осмеливается временами бунтовать. Обучение мальчика Тива осуществляла с помощью ошейника, воздействуя прямо на мозг, уроки навсегда отпечатывались в памяти. Мальчик быстро постигает науку драгов, но до сих пор, не все свойства планеты доступны ему для понимания. Однажды отправившись на прогулку, мальчик попадает в капкан, кристаллы, внезапно выросшие из земли сначала сковывают движение, но потом все его тело зарастает ими. Тива свистом разбивает подлые кристаллы, и освобождает игрушку. Мальчик с радостью начинает повторять за ней. На другой день мы видим, что некоторые дети используют своих людей в качестве гладиаторов. Переплетя им волосы они наблюдают как их домашние животные убивают друг друга. Они предлагают Тиве выставить своего бойца на арену. Она сначала сомневается, боясь покалечить полюбившегося мальчика, но в итоге выставляет его на ринг. Против него выпускают зрелого человека, который сначала пытается сказать что-то не членораздельное, а после начинает петь. Теру это не нравится, и он нападает на него с кулаками. В отсутствии Тивы, мальчик подключается к обучающему обручу и начинает процесс самообучения. Его слышат родители девочки, и решают, что он больше не должен присутствовать на ее уроках. Отец замечает игрушку у девочки на руках во время ее обучения и приказывает дочери больше не обучать Тера. Для детей драгов наступает первый день их медитации, церемония посвящения является для них важнейшим этапом на пути познания. Вернувшись после медитации, девочка не находит Тера, также пропал ее обруч. Мама предлагает вернуть беглеца, воспользовавшись браслетом, но девочка боится ему навредить и не решает использовать смарт-часы. Отдалившись от жилища пришельцев, Тер внезапно ощущает действие магнитного поля, а шейник начинает тянуть его к дому, но запутавшись в лесу, он на какое-то время замирает в неподвижном состоянии. Внезапно к нему на помощь приходит красивая девушка, она освобождает его от оков ошейника и предлагает следовать за ней. Мы видим странных созданий, но девушка с Тером продолжают свой путь. Она отводит его в заброшенный парк, где в старом дереве, как муравьи, обитают древние люди. Они поднимают его на смех, увидав его костюм, один из них со смеху начинает колотить по странному ящику. Внезапно он аннигилируется с человеком, забирая его под землю. На совете старейшин, колдун сразу возненавидел Тера, поскольку он принес с собой обруч знаний и умел читать по-дракски. Люди начинают постигать знания, используя технологию драгов, но такое положение дел не всем по нраву. Колдун предполагает, что знание драгов зло и решает наказать незваного гостя, отправив его на звериную битву. Теру с трудом удается победить, и старейшины позволяют ему остаться с ними на дереве. На следующий день, раздевшись догола, он проходит обряд крещения, странные создания похожие на шелкопряда, шьют ему удобный костюм. Лесные жители начинают постигать знания драгов, но внезапно на колонию нападает существо, своим липким языком оно съедает нескольких жителей. Люди пытаются дать ему отпор, им удается его загарпунить и убить, они празднуют победу. Через некоторое время на стенах парка появляются странные надписи. Поскольку люди уже знают, как читать язык драгов, они понимают, что инопланетяне поставили знаки на прилегающих территориях, в которых они предупреждают, что скоро они будут проводить травлю, чтобы избавиться от всех диких людей в этом регионе. Лидер диких людей решает создать несколько смотровых постов, чтобы избежать незваного визита и быть готовыми в случае нападения. Ночью, во время дежурства, Тер отходит слишком далеко от колонии и подвергается нападению другой дикой группы. Его доставляют на суд старейшин, и пытаются разобраться в том, что он делал на их территориях. Тер объясняет, что драги собираются травить людей в парке, заключенные в их планы не входят. Они собираются зачистить всех, в близлежащих окрестностях, и поэтому те, должны покинуть свои дома. Лидер этого анклава не верит ему, потому что она думает, что племя Тера, хочет украсть их территории, и приказывает связать шпиона. На следующее утро мы видим, что драги начинают травлю с помощью таблеток, которые создают смертоносный дым. На поводках у них люди в противогазах. Старейшина понимает, что мальчик был прав, освобождает Тера и тот спешит к своему дереву. На поляне он видит мертвых людей, многие из его знакомых не успели выбраться из парка, смертоносное облако выплывает из родного дерева. Он видит свою девушку, которая все еще жива, она прихватила обруч знаний и пытается покинуть отравленные территории. Они убегают вместе, снаружи по периметру парка обе группы диких людей объединяются, чтобы выжить, затаившись в кустах они пережидают нападение пришельцев. Внезапно появляются драги, инопланетяне обладают чутким обонянием и один из них, проходя мимо затаившихся людей, чувствует тонкий запах человечины. Обнаружив затаившихся в кустах людей они решают ликвидировать их и начинают давить людей ногами. Однако, люди объединяются и решают дать отпор великанам. Повалив одного из них на землю, они добивают его. Второй драг, осознавшийся, что колония вышла из-под контроля и убегает за подмогой. Убийство одного из драгов в обмен на десятки человеческих жизней – неплохой исход в столь неравном бою. Лидер Великого Древа погиб, тогда как лидеру из другого племени повезло больше, она берет под контроль всех выживших, чтобы переправить их в безопасное место. Люди понимают, что оставаться в парке становится слишком опасно, решают покинуть эти земли и отправляются в безопасное место. Новый лидер переправляет их через пустыню, она предполагает, что на складе заброшенных ракет они будут в полной безопасности. В это время драги обсуждают яростное поведение омов, они понимают, что люди стали смелее и вышли из-под контроля. Возле тела убитого драга они обнаружили хорошо организованные норы и самое поразительное, самое необъяснимое, то что в одной из этих нор, ящики были рассортированы по составу продукции. Они также осознают, что омы уже знают, как читать язык драгов, и многие из них заранее покинули убежище перед их атакой. Они начинают предлагать меры по взятию людей под контроль, например, проводить травлю два раза в цикл, ввести регламент на разведение и продажу ручных людей. На Ягаме прошло три сезона, что равнялось 15 человеческим годам. На кладбище ракет, давно заброшенным драгами, люди обосновали новую высокоразвитую колонию. Люди понимали, что на планете оставаться крайне опасно, их новая цель – достичь спутника Ягамы, дикой планеты. За это время к ним примкнуло большое количество домашних и диких людей. Знания, приобретенные с помощью обруча, позволили людям использовать передовые технологии драгов. Уменьшив элементы ракет, люди приспособили их к своим размерам. Благодаря этому им удалось постройте две ракеты, однако информаторы людей сообщают о готовящейся большой травле. Тут внезапно раздается сирена. Рядом с кладбищем появляются странные машины, они проникают в заброшенный завод и отбрасывают круги света, которые прилипают на любую поверхность. Для людей это служит признанием того, что драги ждать не будут. Предводительница людей умирая говорит, вы должны улететь как можно скорее, в другой мир, где наконец-то почувствуете себя свободными. Вскоре после этого мы видим, что появляются новые машины для убийства людей. Драги решили покончить с колонистами раз и навсегда. В этот момент две ракеты отправляются к дикой планете, успешно преодолев гравитацию, вскоре они благополучно приземляются на спутнике. Мы видим, что люди находят гигантские безголовые скульптуры и наконец понимают суть медитации драгов. С помощью шаров для медитации, драги встречались с существами, прилетавшими из других галактик и осуществляли с ними странный свадебный обряд. Из этого союза они черпали энергетические жизненные флуиды, которые были им необходимы, одновременно обеспечивая сохранение вида. Людей обуял страх. Ноги гигантских статуй могли уничтожить корабли, а вместе с ними и последнюю надежду человечества. Сами того не ведая, люди нашли единственное слабое место драгов. Травля людей на эгаме была прекращена. Уничтожив статуи драгов, люди вызвали панику на эгаме. Великанам ничего не остается, кроме как заключить мир между расами. Много лет спустя ребенок-подросток слушает урок, на котором объясняется, что после этого соглашения между расами, драги создали вторую искусственную планету, которую люди назвали Землей и наполнили ее городами. Социально-философская фантастика, воплощенная в эстетике психоделики и сюрреализма. Надеюсь фильм вам понравился, если да, предлагаю подписаться, чтобы не пропустить очередной шедевр из прошлого. Одни ли мы во вселенной, извечный вопрос. Пишите в комментариях, что больше всего зацепило в истории. Я же с вами не прощаюсь, увидимся в новом обзоре, пока.